И всем привет! Вы на канале VDroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы продолжим играть в полицейских. Причём в плохих полицейских. День девятый. Всего лишь девятый день. Кошмар. Ах, надо 180 сделать. Жесть. Я слишком устал. Едва держусь на ногах. Могу ли я пойти домой? Ой, кошмар, блин. Ещё и бухой. Да, но приходи завтра. Так, лычку кому дадим? Давайте, наверное, дадим вот этой вот. Вот этому пареньку. 170, нормально. Начинаем день. Я забыл, что мы делали. Так что сейчас быстренько вспомним. Давайте вот эти вот дудочки включим. Хорошие. Я знаю, они кому-то нравятся. Прошла такая информация. Несколько месяцев назад во Фридбурге появилась организация феминисток. Сегодня они проведут свою первую акцию протеста. Насколько мы знаем... Блин, что читай, это я помню. Короче, будет акция протеста, на которую надо что-то сделать. Так, шо, 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 шо? Протест феминисток. Около 50 женщин собрались в парке и скандируют. Позвольте нам стать успешными. И причём надо, знаете чё? Вот так вот только сделать, да, можно? Только вот так вот можно сделать. Ну и ладно, давайте сделаем так. Джек, у нас проблемы. Главный прокурор Фридбурга, женщина, она наверняка поддерживает феминисток. Так что нас могут ждать неприятности с законом. Лучше бы подстраховаться и поделать улики, которые защищат нас от возможных последствий. Так, мы подделаем запись рефимованного разговора, в котором наш офицер рассказывает, как он ненавидит женщин и ждёт момента, когда сможет превратить их рожи, наверное, всё-таки в кровавое месиво. Улики против Сэнда. Мы подделаем письмо, в котором мафия рассказывает, что организация феминисток стала у них на пути. И якобы мафия потребовала подавить против силы, иначе твою семью ждали бы неприятностей. Я не хочу тратить свои деньги, блин, 15 косарей. Смит это мэр, да? Может потратить деньги? Да я просто ничего не буду делать, да и всё. Всё нормально. Я думаю, разрулим ситуацию. Чё там? Захват заложников. Недовольный клиент пришёл в офис адвокатской конторы и чё-то... Да, это я помню ещё. Ну, недовольный клиент, я думаю, с ним разберутся трое. Вообще, надо в этот зайти. Дела. Мэрия. Чё там у нас? Один день остался. Завтра закажем бабосиков. Так. Здесь чё? Биржа труда. Всё, чики-брики. Подавить против силы нет. И чё? Ну всё? Психологический тест. Мистер, будет вы в полном порядке. Меня беспокоит лишь... Да, окей. Это я читал. Джек, у нас намечается дело в казино. Окей. Я за. За любой кипиш, чувак. Делайте, чё хотите. Отчёт. Захват заложников. Офицер невередимый. Всё хорошо, замечательно. Так, чё у нас тут? Кинотеатр. Поджёг. Молодая женщина подожгла... А, ну это я тоже делал. Давайте вы по-быстренькому всё это сделаете. Быстренько раскроем преступление. И все пойдёте домой. Потом, наверное, будем дробить эту команду. Потому что будут, наверное, дела ещё сыпаться, как этим. Крупье вызвал полицию после того, как в казино вошёл мужчина с гранатой в руке, бросил большую спортивную сумку на пол, потребовал наполнить её деньгами. А Сэнт про чё говорил? Про казино? По-моему, да. Как прочитать сообщение? Как-то же можно было прочитать сообщение. Он про казино говорил, нет? По-моему, дела у него были в казино. Блин. Ладно, пофиг. Поджёг расследование. Инцидент произошёл. Я помню это задание. Да, окей. Мистер Бойт. Сегодня мы выставляем новые игровые автоматы. Окей. Самых нубосранов отправим. Они хоть скилла наберутся. Да, это наше. Преступник скрылся. Гражданский погиб. Вот сволочь. Спасибо, что сделали ту вещь, о которой мы просили. Замечательно. Бап, текут рекой. Скоро на пенсию пойдём. Досрочно, наверное. Просто полляма накопим и скажем, валите нафиг. Уедем в закат. Окей. Больница Сан-Джонс. Беременная девушка сообщила о подозрительном гинекологе. Да, это я тоже помню. Подозрительный гинеколог. У самых опытных офицеров отправим. Подозрительный гинеколог Лоу Кек Чебурек. Пусть качается. Всё прошло отлично. 160-170. Просто бабок, что ли, заработали? Ну и ладно. Я думал, вы скилла наберётесь. А вы что-то не очень. Get on. Домохозяйка. Пожаловалась на полицию, на своих соседей, у которых постоянно шумят, устраивают потасовки. О, тут подкрепление, по-моему, подпросят, да? Давайте сразу же вот так вот сделаем. Прикольно, когда чуваки прокачаны уже так более-менее. И не боишься их отправлять. Просто закидываешь, закидываешь. Так, доктор замечает полицию. Хватает скальпель и торжественно кричит. Подходите по одному, я спасу вас всех от мерзости. Ваших душ. Так, использовать перцовый баллончик. Наброситься на доктора. Применить шокер. Ну, баллончик перцовый, конечно же. Лоу. Блин, как я боюсь этих отчёты такие. И трындец. Лично от мэра против финистов. Джек, ты поклялся служить этому городу. Если ты не сдерживаешь свои обещания, мы не сдерживаем наши. А чё такого-то, блин? Этим не то, этим не сё. Козлы. Джек, мы ждём большую партию алкоголя. Но ходят слухи, что наши новые партнёры любят играть жёстко. Нужна пара парней для подстраховки. Да, без проблем. Вот. Почти что парни. Крутых я тебе не отдам. Потому, что этих по-любому сейчас подстрелят. Нарушение общественного порядка. Ситуация оказалась куда серьёзнее, чем мы думали. Запрашиваем подкрепление. Да без проблем, пацаны. Валяйте. Фига там японец. Сотри, читер какой. 410. Поступил звонок из гостиничного номера с жалобой на шум и женские крики. По-моему, там кого-то насилуют. Испуганно сказала женщина. Да. Кого-то насилуют. Ну, вот как раз троиха и отправим. По максимуму. Ну, а сейчас эти придут, скажут нам, что кого. Главное, они возвращаются. Значит, их не убили, да? Новых открыть расследование. Мы это делали. Сейчас делаем. Тут, блин, просто тоже всё. То есть, купила, кинула, убежала. Всё. Дело закрыто. И сразу же новый... А, это тоже самое. Ладно, окей, сейчас. Надо крутых туда отправить, а то у нас валят. Всё отлично. Давайте езжать назад. Всё будет норм. Так, номер на втором этаже гостиницы. Дверь открыта. Видно, как крупный мужчина держит плачущую девушку за шею и бьёт по лицу. Мужчина кричит. Заткнись, шлюха. Заплатил, чтоб ты молчала. Наставить на мужчину пистолет, ударить мужчину дубиной под колено. Просто отпусти девушку, иначе ты труп. А, он кидает... Он сейчас кинется, наверное, в окно или этого. Я уже путаю. Под колено ему. Девушке удаётся вырваться, но тут в номер забегает сутенёр с кость, а там бросается на мужчину. Пусть дерутся использовать перцовый баллончик. В любой непонятной ситуации использовать перцовый баллончик. Мужчина отпихивает сутенёр и внезапно выпрыгивает в окно. Побежать по лестнице, выстрелить в спину. Прыгнуть следом. Я, наверное, сейчас разобьюсь. Ну и ладно. Ну и ладно. Нормалёк. Шикардос. Ну, пацаны, давайте, приезжайте. Мне надо поджигательницу поймать. И всё? Я её не поймаю, что ли, или чё? Чё произошло? Чё произошло? Ну и фиг с тобой. Золотые рыбки. Шеф, я ухожу. Да, трать бог, вали, пожалуйста. Айрон. И чё, Айрон? Ты вылез. На меня смотрит такой. Ушёл да ушёл. Недоволен работой полиции, мэр Роджерс. Я наведу в полиции порядок. Роджерс ответственен за разруху в полицейском департаменте. Окей. Все виноваты, только не я. Какая прелесть. Все пришли на работу, и все хотят работать. Вот кроме этого, в шляпе старпёра. Так, давайте следующую песенку включим. Погнали. Так, вот всё, теперь можно ехать. Сразу же туда отправим. С утра дел мало, да? Ну окей, в следующий раз отправим, господи. Главное, чтобы она не свалила. Ой, да пофиг, попробуем. Шансы на успех. Я смотрите, каких крутых отправил. Ещё и спецназа туда закину. Чё, как вам? Сейчас всё будет. Со спецназом. На тётку, которая что-то там подожгла. Жискач. Так, мы продолжаем. У нас тут покушение на убийство. Если предполагается, что копам придётся арестовать. Ну, жалко, что у нас его нет, да? Окей. Дела, кстати, дела, да. Дела. Вы мне напомнили про дела. А, приехал. Да, фургончик с мороженым. Давайте вот так вот сделаем, продолжить. У нас же в мэрии дела появились, да? Офицер, тык-пык-пык. Чуваки, я буду выполнять ваши просьбы. Но у вас они такие упоротые. Уволить всех чернокожих. Побить женщин. Ну, короче, жесть. Вы какие-то сволочи там. Отправляем. Ну, чё? Эти до сих пор не приехали. Блин, я ходил почти 30 минут тут на работе. Чё, вы доехать-то не могли? До преступника. С утра отправил вас. Вместе со спецназом. Поджок и чё. Убежал, да, противник? Повязали. Ну, конечно, со спецназом-то норм. Отлично. Джек, какой-то черный гангстер напал на наш магазин. Сейчас мы слишком заняты. Поможешь? Ну, тут, конечно, есть у нас нубасы, но... Я думаю, поможем. Ситуация оказалась серьёзнее, чем мы думали. Запрашивается подкрепление. Да ты чё? Серьёзно? Я верю в тебя. Блин. Гражданский погиб. Перди, молодец, выжила. Конзуми. Окей. Мы постараемся, что с ним ничего не будет. Бульк. Кофеёк упал. Кристофер Сент. Джек, у нас намечается дело в здании суда. 18.30 мы не хотим. Окей. 18.30 запомнили. А, тут в бирже труда же у нас что-то появилось, да? Какие-то, ну, босраны появились. Ладно, тебя берём. Потом качнём тебя сразу же. Лесопилка, жалоба на шум. Ну, ладно, я думаю, вы справитесь. Ну, вроде пока на изичах, да? И никто меня не убьёт завтра с утра. Хе-хе. Дорога. Мистер Бойт, я управляю большими транспортным парком. Хочу организовать мастер-класс для своих новых водителей. Они должны научиться вести себя на дороге. Так, чтобы патрульные не смотрели в сторону наших автомобилей. Прошу прислать. Чё, я не понял? Ну, ладно, давай, чё. Бабки-то ты мне дашь же. Самых лучших отправил. Держи, мужик. О, как вы далеко до лесопилки едете. Кошмар. Я сейчас без офицеров останусь. Лесопилка ограждена трёхметровым забором. Ворота заперты. Изнутри по ту сторону кто-то кричит. Протаранить ворота машины. Ага. Выломать ворота. Протаранить давайте. А, тут меня убили офицера. Короче, я помню. Мужчина держит молодого парня около циркулярной пилы. Пилы. Ага, истощённый рёд. Навести на мужчину оружие. Ага, приказать отойти от парня. Стрелять в преступника на поражение. Накинуться на преступника. Да ладно, давайте так. Надеюсь, никто не сдохнет. Отлично. Тогда просто скила не хватило. Что она с пилой зарубила полицейского. Ограбление аптека. Из круглосуточной аптеки поступил сигнал тревоги. Внутрь пытается прорваться наркоману. Он угрожает девушке-фармацевту расправу, если она не откроет ему дверь. Ну, извини, девушка-фармацевта. У меня некого отправить. Вообще некого. Вот вообще некого отправить. Я бы сам туда пришёл, но не могу. Не могу. Давай, давай, давай. Покедова. Преступник скрылся. Гражданский погиб, господи. Шеф, замахались мы кататься и повторять этим пустоголовым водителям одно и то же. Пойдём по домам на сегодня. Зато мистер Сент выкатил из гаража новенький автозак. Он слишком хорош для тех обезьян, которых мы будем в него сажать. Я ничего не понял, но окей. Всё хорошо. А, автозак нам дали. Вот это круто. Вот это помощь, да? Видали? Не зря ходил. Убийство перед началом финального заседания по делу серийного убийцы. 16.30, вы помните, да? Окей. Сейчас, подождите. Сейчас, сейчас. Кофеёк допью и пойду туда. Ну, вы понимаете, 8К на дороге не валяются. Тем более, автозак нам дали. Норм. Прямо так ещё время дали нам, да? Нападение медики. Приехали на вызов к мужчине, который жаловался на боль в груди. Во время осмотра он внезапно напал. Я помню это, да. Ну, давайте вот так вот чё. Двоих не отправлю, мало. Троих норм. Автозак не нужен, да? Ну и ладно. Зал суда! А что делать? Я не знаю. А, я понял. Автозак нужен, когда много группа лиц совершает преступления, да? Преступник скрылся и всё. Ещё и гражданские погибли. Какой ужас. 6К 8 говорил. 8, по-моему, же было. Дверь в квартиру заперта, изнутри слышны неразборчивые крики. Постучаться к соседям, залеть через балкон, выбить дверь, взломать замок. Выбить дверь! И перцовым баллончиком. Врач лежит на полу, связанный мужчина сидит на нём сверху и размахивает шприцом с какой-то жидкостью. Рядом стоит бутылка отбеливателя. Надо отправить на мужчину пистолет, приказать лечь на пол. Дружище... А, вот, да. А, я знаю, я знаю, дружище. Про заговор. Мужчина вскакивает и начинает показывать бумажками. Отлично. Полиция Фрибурга сейчас же начинает расследование. Давай поговорим в участке. Заткнись сейчас же. Дубина ему по башке. На. Вот и всё, да. С дебилами по-другому нельзя. Я с ним в прошлый раз хотел по-хорошему, он свалил от меня. Дебил. Вот так вот. Не, ну так-то нормально, денег наколотили. 51к. Скоро тачку новую купим, да? Завершить день. Ещё чуть-чуть запишем. Кэти, пэти. Кэти. Нормалёк. Чекпоинт. Одиннадцатый день. Вот, сегодня меня бы убили. Фрибург заполнили мелкие наркодилеры. Во Фрибурге может пройти полуфинал молодёжной хоккейной лиги. Всем сотрудникам мэрии подарили машины для личного пользования. Отлично. А мне чё не подарили-то? Дайте мне машинку тоже. В доме покапывают из трубы. Мне нужно дождаться, техник отпустите. Да, валяет, народу много. Перебрал с выпивкой или два... Да, ну приходи завтра. Начать день. Давайте эту теперь песенку послушаем. Мы недовольны эффективностью полицейского департамента Фрибурга. Мы урезаем ваш бюджет. И чё? Мне пофиг. Вы потеряли один рабочий слот. Выбрав занятый слот, вы автоматически уволите занимающего слот сотрудника. Ну, ладно. Чувак, извини. Ты уволен, я и обещал. Да, нормально, народу. Чё вы, смотрите, не помещается вообще. Мэрия не может удовлетворить ваш запрос в настоящий момент. Не может. Не может. Ну и козлы, блин. А потом ещё проситесь, чтобы я для вас что-то делал. Незаконное проникновение. Билл Баклер сообщил, что на его ферму пробрались двое неизвестных и подожгли коровник. Кошмар какой. Бедные коровки. На момент вызова преступники попытались скрыться. На момент вызова преступники пытались проникнуть в дом. Вот так. Чё скрыться-то? Вскрыться они сейчас будут, когда я к ним отправлю вот этих вот красавчиков. Ага. На автозаке надо было ехать. Там же преступники. Ну ладно, подождём более подходящий этот. Чё там у нас это? По бирже труда. 16-16. Ну и ладно. Наруто дофига работает. Прикольно. Торговый центр. Возле дома никого нет. Парадная дверь выломанная. И внутри маячит чья-то тень. Потребовать выйти с поднятыми руками, зайти с чёрного хода. Да, вот так вот лучше. Вот и всё. Потребовал выйти с поднятыми руками, как настоящий полицей. А если бы не вышли, мы бы открыли огонь на поражение. Наркоман попытался спрятать под курткой бутылку дорогого спиртного. Когда его поймали, он закатил истерику. Ну давайте вот так вот. Учитывай. Бородача. А то борода крутая, а скилла не крутая. Дела. Мэрия. Обосрался, короче, я с этой мэрией. Платят они мне за мои услуги как-то очень мало, а сами просят за своих дофига. Джек, тут один новый парень пытался изнасиловать нашего бухгалтера. Мы запёрли его в номере отеля, но он угрожает сдать всю организацию полиции. Пусть поговорит с копами с глаз на глаз. Да пусть поговорит, конечно. У меня тут есть профессионал в очках. Настоящий псих, посмотрите на его лицо. Кража. Замечательно. И чё, блин, мэрии не нравится? Все преступления вообще вот так вот автоматом закрываются. Мы ещё приехать не успеваем. Задание мафии. Джек, у нас намечается дело в центре города, 1839. Мы не хотим, чтобы полиция всё испортила. Чего? Тысяча рублей? А чё так мало? Десяточку давай. Блин, я не посмотрел, сколько. Девушка сообщила, что на парковке бритоголовый мужчина бьёт ногами темнокожего парня парковщика и рёт, я тебе сейчас пришибу, рот. Ни хрена я тебе не должен. Девушка утверждает, что заметил пистолет за поясом бритоголового. Это то или не то? В центре города он хотел что-то замутить. Чё я не запоминаю такую информацию? Ну, вроде не то. Там что-то про 17 было. А может то. Ну и ладно, поймаем разок, он не сильно расстроится, я думаю. Сент этот, говно-сент. Тысяча рублей, блин, камон. Я покажу, как надо деньги, блин, делать. Вот пожалел, получай, да? Ну хотя это же не центр города, смотри. На окраину куда-то едет. Хотя рядом с мэрией. Ситуация оказалась куда серьёзнее, чем мы думали. Это, короче, сэндовская хрень. Походу. Прямо посреди улицы упал человек в дорогом костюме. Кажется, его подстрелили. Однако, никто не видел, кто стрелял и откуда человек жив. Скоро уже едет. Ну и всё хорошо. Пусть едет. Это, по-моему, вот это сэндовская фигня. За косарик-то, ну блин, ну... Пусть все... Никто же не пострадал. О, господи. Пусть бежит. Да, надо запоминать, короче. Ну, погиб, да погиб, господи. Ничего страшного. Нападение с применением огнестрелов. Всё нормально. Пацаны отработали на славу. Молодцы. Так, что у нас тут? Попытка отграбления. Восьмилетний Кевин оставленный дома один спрятался под кроватью, в то время, как в дверь в квартире ломятся незнакомые люди. Вы представляете? Это же этот... Пасхалыч на один дома. Кевин. Люди ломятся. Он под кроватью спрятался. Там людям сейчас не повезёт. Они хоть знают, кому не попали вообще домой. Сейчас мы отправим, конечно, туда покруче парней. И как раз успеют приехать. Ну, это пасхалка реально по-любому. Ну, давайте быстрей. Там Кевин уже это... Убил, наверное, всех. Так, отправим. А, Камудзю нельзя трогать. Надо, чтобы он остался жив. Давайте вот так вот. Среднячков. Среднячков. Или дурачков. Давайте. Дурачков, дурачков. Тишина. Сейчас что-то будет. Или не будет. О, время 22 минутки. Уже скоро домой пора. Будет. Я, наверное, видосик сохраню. Или нет. Или да. Опа. Попытка ограбления. Ситуация оказалась куда серьезнее, чем мы думали. Ну, ладно. Вот вам еще парочка пацанчиков. И день закончился. Ну, короче, тест-драйв. Посмотрим, вылетит у меня программа или нет. Когда я жму на паузу, вроде бы все нормально сохраняется. Даже с вылетом. У меня просто места не хватит склеивать сейчас все. А может, хватит. Не знаю. Так, отчет, что? Поймали. Никто не пострадал. Замечательно. Ладно. Все-таки на паузу поставлю. Новая картинка пошла. Смотрите. Чувак. Что-то это. Мне, как начинающему коррупционеру, пришлось отказаться от некоторых привычек. Я больше не могу отключать телефон, когда у меня раскалывается голова. Нельзя больше спать до обеда в субботу, перекинув рутины. Дела на подопечных. Не получится взять отгул и уехать на рыбалку. Но традиция раз в неделю посещать клуб The Old колонии незыблема. В такие ночи я поглощаю секретный дым, неведомый мне вида алкоголя, зловония старческой мочи в перемешку с пьяными отрыжками в опасных для жизни что-то там местах. Так было 30 лет назад, так случилось и сегодня. А если ты остаешься уверен традиции, то ты обязан соблюдать и все сопутствующие ритуалы. Когда выкатываешься из клуба, в подворотню нужно набрать пыры-пыры. Если за это время тебя не вывернуло наизнанку, можно спокойно вздохнуть и пойти ловить такси. В этот раз я досчитал лишь до 60. Меня прервали. А вживую ты выглядел даже лучше, чем по телевизору. Нет ничего более невежливого, чем подходить к людям в подворотне у Old Colony. Заходя сюда, вы расплескиваете свои грязными ботинками поток самой элитной блевотины Фрибурга. На этот асфальт выворачивает судей, адвокатов, музыкантов. Короче, прикольно. Чтобы топтаться тут ногами, нужно было что-то там. И хотя мои глаза были затянуты пьяной пеленой, я сразу же понял передо мной. Карикатурный гангстерский костюм из комиксов про Дика Трейси. Непонятный акцент, фруктовый одеколон, нахальная походка. Кто это? Так, в газетах описывали Виксуа Варгу, новую криминальную звезду Фрибурга. Жесть какая-то. Появившись из ниоткуда и закручившись поддержкой местных панков, Варга нарушал все правила. Окей, убивал тех, кто нельзя убить, торговал тем, что нельзя торговать, и грабил тех, у кого нельзя грабить. Всё ясно. Всего за месяц этот человек обрёл редкое могущество. Я ничего не слышу, что ты говоришь. Вот так вот будет лучше, да? Его описывали как шута, и как сумасшедшего, и как преступного гения, и как пустоголовую выскочку. Короче, это Джокер. Джокер в Готтаме. Если бы на месте Варги был бы кто-то из старых криминальных боссов, его давно бы разрезали на кусочки и выкинули в реку, но было... Тремительные наглости. Пока в городе решали, что с ним делать, он уже сжигал дом очередного престарелого гангстера. Короче, такая... Не лучший момент для разговора, мистер Варга. Ты знаешь, как меня зовут? Я польщён, хотя я не очень удивлён, если честно. Ну да, у меня проблемы с манерами. На ваш город быстро учит всех приезжих одной вещи. С хорошими манерами можно дойти куда угодно. Я не хочу никуда идти, я хочу остаться. Окей. Джек, даже в криминальном мире нужны манеры, мистер Варга. Ага. И уже тем более, они не помешают, когда говоришь с пьяным копом. Да, я думал, у вас в Фридбурге с копами обращаются как с дерьмом. Хе-хе. Я смотрю, вы уже успели узнать Фридбург, мистер Варга. Ну, я ещё осваиваюсь, осматриваюсь, но я точно знаю, что с обитателями этой подворотни надо дружить, Джек. Может, манеры у меня и не лучше, да? Но мама говорила, что друзья должны обмениваться телефонами. Хе-хе. Короче, у нас ещё один босс появился. Хе-хе. Ручкой прям натягачил. У вас такой быстрый город. Я как будто снова на амфетамин подсел. Просыпаешься утром, а за ночь всё уже поубивали друг друга. Хе-хе. Жесть. Так что не тяни со звонком. Может звонить пьяный, так даже веселее. Я всё равно, скорее всего, буду под кайфом. Чёрт, да я сейчас под кайфом. Так сложно у вас в городе не быть под кайфом. Хе-хе-хе. Мне нравится, чувак. А ему нравится наш город. И он бы тут остался. Замечательно. Если бы не номер телефона у меня на руке, а на следующее утро я бы мог и не вспомнить этот разговор. Но я зря волновался об этой встрече. Мне вскоре напомнят. Сейчас этот, наверное, позвонит. Кто это, сволочь? С кем ты общался ночью? Ты только на меня работаешь. Но это этот. Я забыл фамилию. Наэс. Сент позвонит по-любому. Православные священники подкупили мэра. Греческий священник возглавит православную церковь. Студенты вызвали помощь. Самолёт так низко пролетел. Я ж обкекался. Меня сейчас опять убьют или чё? Чё такое? Чё всё зависло? Всё утро меня мучил запах фруктового деколона Викуса Варги. Резкий цитрусовый аромат так настойчиво преследовал меня по дому, что я невольно решил, будто Викус поселился у меня в гостиной. Когда я понял, что запах исходит от гигантской корзины с апельсинами, я напрягся ещё сильнее. Мне под дверь подбрасывали письма с угрозами, улики и даже дохлых харьков, но фрукты никогда. Ну, круто, чё. Ваш подарок? Простите. Это вы привезли корзину апельсинов? Нет, она тут стояла, когда я приехал. Ясно. Видали, какая прессуха у меня? Крутая. А вы кто? Сегодня я ваш водитель. А куда мы поедем? Прикольно вообще. На работу. И всё. Ну, по пути мы ещё кое-куда заедем. Куда? На ранчо. На какой ранчо? Просто на ранчо. Крутые диалоги. Ясно. Чуваку вообще пофиг уже. Утро выдалвалось настолько сюрреалистичным, что я не хотел разрушать всю магию лишними расспросами. Пока неразговорчивый парень полчаса вёз меня чёрт знает куда, я был уверен, что сейчас мы наедем на кочку, машина заглохнет так. Я очнусь в подворотне The Old Colony, уткнувшись носом в милую апельсиновую корку. Ну, понятно, да. А нет, всё было по-настоящему, молчаливый парень, настоящий звук двигателя, настоящий пыль, настоящая, вырастающая на горизонте раньше, настоящая. Круто! И, кстати, очень знакомое помпезное жильё семьи Сэндов десятилетиями не сходит с газетных полос, но мало кому удавалось подобраться к нему ближе, чем на несколько километров. Кажется, мне повезло. Ура! Ну, я вроде нормально себя вёл, Сэнды должны меня похвалить и дать что-нибудь. И убили всё. В кровяке сижу. Ну что, сидим? Кого ждём? Я не думал, что вы любите личные встречи, мистер Сэнд. Только если мне приятна компания. А вам приятна моя компания? Сегодня, да, сегодня вообще особый день. Да, я успел заметить, ты часто бываешь в клубе The Old Colony, Jack. Каждую неделю. Встречаешься там с людьми? Как правило, нет. Но иногда же всё-таки встречаешься, заводишь новые знакомства. Сволочь всё знает про нас. Иногда так получается, но хожу я туда не за этим. А зачем же? Такое у меня хобби. Хобби, а ты знаешь что-нибудь о моих хобби? Ну, судя по тому, что я истоптал с полдюжины животных шкур, пока добрался до кресла. Вы любите охоту. Люблю теперь, люблю. В детстве она казалась мне утомительной. Слишком медленный нос. С возрастом я, кажется, вырастил себе нужное качество. Мы играть-то сегодня будем. Нет, давайте быстрее разговаривать. Время идёт. Какое качество? Терпение, умение дожидаться нужного момента. Вот смотришь на оленя и понимаешь, что он твой. Ты знаешь, что заслужил его. Ты уже даже решил, на какие блюда пойдёт мясо. И куда ты пристроишь рога. Охрененно. Но чтобы получить оленя, нужно ждать. Сидеть в кустах и не шуметь. И не пердеть. Давай быстрее. Профессиональный охотник будут говорить тебе, что охота сложное ремесло. Что там много правил, что это окутано тайнами древнее мастерство. Полная чушь. Чтобы получить оленя, нужно просто сидеть в сторонке достаточно долго. И точно определить момент, когда уже наконец можно стрелять. Я научился этому, но до тебя, Джек. Мне далеко, всем до тебя далеко. А я-то чё? Я не совсем понимаю. Я тоже не понимаю. Да ладно, Джек. Я знаю про полмиллиона. Знаю твой план. Кендрик мне всё рассказал, что... И говорит, я восхищён. Пока одни учатся задерживать дыхание на полторы минуты и стараются не слишком громко шелестеть листвой, ты сам стал листвой. Ха-ха! Ладно. Ты превратился в куст, вокруг которого олени плодились и размножались десятилетиями, но всё это время ты держал ружьё на готове. А теперь я сейчас срубишь всё, да. Ты прости мне мою излишнюю образность, Джек. Я ещё и поэт немного. Я знаю, что вам так сказал Кендрик, но вы всё ещё не так... А ещё мне кажется, я всё понял правильно. Мне вообще кажется, что мы отлично друг друга понимаем Джекнет, и в войне мы станем отличными партнёрами. Я сейчас спрошу, в войне? Какой войне? В чём ты говоришь, старый хрыч? На каждое поколение приходится по одной войне. Мой дед изгнал с города Эмберсонов. Когда им было 27, мой отец истребил банду этого психа Мориса Белла. Когда им было 30, мне 69. Я думал, что мне так не доведётся повоевать как следует, но пришло время. Окей, ещё один чувак появился. Наверное, Варга, нет? Завтра Викус Варга объявит мне войну, и я обязан буду ответить. Ну, то ты чай. Да. Я не могу понять, как он думает. Я не знаю, планирует ли он свои действия. Не знаю, какие у него цели. Чёрт, я не знаю даже, откуда он приехал. У меня есть его номер. Йоу. Он человек нашей с тобой породы, понимаешь? А ведь, когда он только появился, я предложил ему работать вместе. Считай, официальное приглашение отправил. От руки написал. На дорогой бумаге знаешь, чем он мне ответил? Большой корзиной с фруктами. Ну, как можно расценивать такое послание? А вот хрен его знает. Такая же тема. Как я тебя понимаю, бро, да? Я опаздываю на работу, мистер Сент. Знаешь, Джек, я ведь мог бы тебе прямо сейчас дать полмиллиона наличными в любых купюрах, но я не хочу оскорблять тебя. Да давай, мне пофиг. Если бы я выслеживал добычу 12 лет, я бы не хотел, чтобы кто-то пристрелил ее вместо меня. Я понимаю тебя, Джек. Я не прошу от тебя ничего такого, что противоречило бы твоей натуре. Просто подумай о нашем разговоре, подумай и позвони мне. Да мы сидим. Говори, что надо, быстрее. И ушел собака. Ну, по-моему, вот это тип более крутой, чем мэр. Вот мэр вообще задница какая-то. Вот отвечаем. Как я уже говорил, началом новой жизни мне пришлось отказаться от некоторых старых привычек. Одна из них – держаться в стороне от вещей, которые меня не касаются. Теперь я не могу позволить себе такую роскошь, потому что вещей, которых меня не касаются, больше не осталось. Все меня касается. Помочь Вику Суварге, помочь Кристоферу Сенду. Ну, давайте Сенду поможем. Мне он хотя бы бабок дал, а этот дебил просто апельсинов накидал. Дебил. Я же Сенду нажал. Скажи ему, это Бойт. Окей. Я не понял, кто такой Бойт. Я слишком устал, держусь едва на ногах. Да, давай иди. Без проблем, чувак. Если что, я тебя уволю. Начать день. Так, дудки быстро выберем. Давайте пианинка. Нормально. Музыка для зашибания бабла. Мы недовольны эффективностью полицейского департамента. Да вы охренели, что ли? Блин, вы же вчера его вырезали. Я не знаю. Давайте вот это уберем. Приглядывать за героем. Да он на выходном. Я рад, что за неделю мне дали штуку баксов. Так, дела. Три дня. Окей. Такой тихий день. Ничего не предвещает беды. И тут бац. Массовая драка. Мне нужен автозак. Поступил звонок от управляющего клубом, который сообщил, что в главном зале началась массовая драка. Больше 20 человек сцепились друг с другом. Охрана не желает вмешиваться, потому что у некоторых дерущихся есть ножи. На танцполе уже лежит несколько раненых, но никто не знает, почему началась всё это резня. Резня! Коки! Янси! Чанси! Цубаки! Не, вот так вот давайте. И так дофига отправил. Народу-то мало, блин. А там много, а тут мало. Надо перекинуть, наверное, на бирже туда. Вообще народу нету, кошмар. Так, где полицейский участок? Смена А. У меня получается здесь на четверых больше. То есть мне надо двоих отправить. У статуи есть. Вот ты пойдёшь в смену Б. Ещё денёк отдохнёшь. Ещё где у статы? У статок больше нет, тогда ты пойдёшь тоже в смену Б. Всё нормально будет. Массовая драка! Ситуация оказалась куда серьёзнее. Да, пожалуйста, блин. Давайте вы только Перди оставите. Спецназ у вас, блин, есть. Я каких-то двух охламонов отправил. Перди всё разрулит. Перди это крутой Шрек. В юбке. Фиона. Да, точно. Чё такое? Нападение, как я проглядел. Подростки выгуливали пса и что-то не поделили. В итоге один натравил собаку на другого. Полиция позвонила девушка, которая каталась на велосипеде неподалёку. Ну вот это как раз дело для нашего офицера полиции. Отчёт. Шикардос. Мы сделали, что нужно. Церковь убийства. Прихожанка Мария Серпетина сообщила о выстрелах в церкви. В исповедальню зашёл бородатый мужчина в шляпе и через минуту оттуда раздались несколько выстрелов. Потом мужчина спокойно вышел из кабинки, снял шляпу, перекрестился и сел на скамью. По-моему, он сейчас молится. По-моему, у меня офицеров нету сейчас. Сейчас они приедут. Я не знаю, сколько четверых, наверное, придётся отправлять. Да. Давайте, приезжайте быстрее. Господи. Я испугался. Мальчик лежит на земле и с трудом сдерживает гавкающую собаку, которая пытается вцепиться ему в горло. Ударить собаку шокером, выстрелить в воздух. Отащить собаку за шейник. Выстрелит в воздух, конечно. Собака обосрётся, убежит. Собака отпускает мальчика, её хозяин убегает. Отдолжить у девушки велосипед, подбежать следом. Приказать подростку остановиться. Отдолжить у девушки велосипед. Представляете, такая бомба. Такая секс-бомба на велосипеде. Гонится за маленьким мальчиком на велосипеде. Ну, блин, четверых придётся отправлять. Раз, два, три. Давайте. Нет, цубаку ещё тогда. А там она со Шреком, если чё, этого, это. Разрулит ситуэйшн. Вообще день пролетел быстро. Ничего не было. Два дела всего лишь было. Шрек, давай, давай, возвращайся. Ты же на велосипеде. Давай быстрее. Убийство. Шрек, 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 шрек. Убийство, 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 убийство. Там опять, наверное, жёстко. Линда Говард неразборчиво сообщила, что после визита к стоматологу ей парализовало лицо. Этот монстр вколол мне какой-то яд, арестуете его требует девушка. Ну, если чё поддержку запросишь? Дичь какая-то. По-моему, развод всё-таки. Ну, и всё нормально. Главное, что офицеры живы. Добыча не автоматическое оружие. И что значит это? Офицеры нашли не автоматическое оружие на месте преступления. Что с ними делать? Попросить мафию продать. Или не продавать. Ладно, давайте отвезём в полицейский участок, мы сделаем правильным. Нам это зачтётся. А если мы начнём продавать, нас ещё спалят, и потом пойдут проблемы. Надо тихонько действовать. Вот такие вот, на мелочах, на вот этих вот. Лучше не палиться, мне кажется. Покушение на убийство. Чё там? Девушки вкололи обычное обезболивающее. Ложная тревога. Я так и думал. Ледовая арена Кристофера Сэнда, наверное, да? Г. Сэнда. Продавец мороженого обратил внимание на чёрную сумку, которая пролежала на скамейке пару часов без присмотра. Оооо. Ну ладно, и чё? Ну пролежала. Блин, её убьют. Давайте вот так вот сделаем. Пролежала, да пролежала чё. Надеюсь, вы выживете. Я за вас, ребятки. Что это было? Что за взрывы были? 44 минуты. Ещё один денёк, наверное, пройдём и всё. Отряд прибыл на место. При приближении рассмотрения можно заметить, что сумка швелится. Открыть сумку. Расстрелять сумку, пока не перестанет шевелиться. Ничего не предпринимать до приезда сапёров. Швелится. Теракт. Швелится. Это я этот дебил с бычьей мордой, наверное, котят туда засунул. Открываем сумку, а там... Преступник пойман, офицеры невредимы, гражданские... А чё там было-то, блин? Расскажите, мне теперь интересно, чё там было. Мы, короче, поймали сумку. Хе-хе-хе. Или в сумке сидел этот преступник. А чё он там делал? Гибил, короче. Это этот, наверное, Варга там сидел. Он сейчас дал себя поймать, чтобы пробраться в офис и украсть неавтоматическое оружие. Смотрите. Чекайте. Завершить день. Окей. Давайте, крайний день, и будем уже закругляться. Хотя здесь чекпоинт уже был. Блин. Ну, ладно. Так, кукурузный монумент снесут до конца лента. Фрэнсис Кедрик не займёт место Джека Бойда. Чего? О, окей. Я понял вас, вы все крутые. Пресса, это круто. Ну, меня всё устраивает? Давайте дудки включим и поехали. Во Фридбурге началась первая за долгие годы большая война криминальных группировок. Исход этой борьбы нельзя предугадать, но в одном сомневаться не приходит. Через пару недель в городе останется только одна мафиёзная семья. Окей. Позаботьтесь о герое, Джек. Продолжай нас радовать, и мы позаботимся о том, чтобы твои последние дни... А, ну всё понятно, выполнилось задание. Так дайте мне денег тогда, чё? О, это Сэнда, окей, я понял. Жилой квартал. Прохожий вызвал полицию, когда увидел, как на улице бежит голый мужчина, а за ним несётся девушка с огромным кухонным ножом. Я выпотрошу тебя, долбанный гомик. Да и чё, ну пусть вы... Ладно, отправим самых профессионалов. Ну, будем выборочно, конечно, это делать. Вот так вот, наверное. А, Кадзуми надо это оставить. Надо его оставить, конечно же. Ну чё, они с бабой не справятся, что ли, вдвоём? Хотя народу много, чё я это... Выбираю. Это крутая песня, да. Опа, центр города. Сэнды нуждаются в помощи. Эти чёртовые панки, пригретые варгой, напали на одного из членов нашей семьи, прямо у парикмахерской. Мы уже послали подмогу, но не знаем точно, насколько там этих мразей. Помощь полиции не помешает. Ну ладно, давайте отправим крутого. И среднего. Хотя они одинаковые, в принципе. Надо защищать порядок города и всяких мафиозов расстреливать, которые мне бабки не платят. Укшение на убийство, окей. Там же, да, прям? Побег с места аварии. Неизвестный автомобиль сбил библиотекаря Климека. Калиновский. Кошмар какой. Прямо на пешеходном переходе скрылся. Печально, печально. Ну пока вроде по одному делу в день, так что я всех отправляю, если что, перекину как-нибудь. Нормально, пацаны справились. Круто. Окей, началось дело. Племянник мистера Сэнда заметил из окна, как одну из его машин громят люди в варге. Кажется, нужно напомнить им, что это незаконно. Хе-хе-хе. Ладно, парень черный, отправляйся в дело. Ай, время мало. Главное, чтобы этот был. Чекпоинт. Шикарная песня. Такая война. Все, рушится стрельба, взрывы Вьетнама. А мы такие песенки слушаем крутые. Массовое убийство. В закусочной Эдисбургер зашла девушка, заказала диетическую колу и стала стрелять в посетителей с пистолета. В полицию позвонил кассир. На заднем плане слышны выстрелы. Ненавижу жирных людей. Хе-хе-хе. Давайте сват туда отправим. Ой, блин, странно. Вот все хотят, чтобы я, короче, вот этого чувака отправил. Блин, ладно. Ты оставайся. Ладно. Вдруг тебя убьют, тогда нормальные офицеры не пострадают. Это будет такой живой щит. Ну, прям жескач какой-то массовое убийство. Ну, если что, Смита и Уликсона отправим вместе с автозаком, если что-то жесткое будет. Отчет. Ура. Все, чики-брики. А где песенка, композиция? Давайте еще что-нибудь включим. Что-нибудь зелененькое с дудками. Ту-ду-ду-ду-ду. Центр города, вооруженное ограбление. Да, господи. А, так все, мы же кому-то можем... Все, давайте, в мясо тебя. Вперед в пламя битвы. На наковальню войны, как говорится. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Свалка дракон. Узкая улица заблокирована для проезда двумя фургонами. Возле машины инкассаторов стоят трое вооруженных людей в масках. У одного из них в руках газовая горелка. На крыше фургона стоит четвертый преступник, который замечает копов и что-то кричит своим сообщникам. Выстрелить в грабителя на крыше фургона. Вы окружены. Сдавайтесь по-хорошему. Газовая горелка не поможет. Надо было брать динамит. Хе-хе-хе. Давайте так сделаем. Преступники открывают огонь из автоматов. Отступить в переулок. Спрятаться за патрульной машиной. Вести огонь из укрытия. Отступить в переулок. Ну, хоть все невредимы. Надо было, блин, наступать. Что-то не нужны тут. Шутки надо, короче, действовать. Как дебил себя повел. Ночной сторож свалки услышал шум во время обхода и увидел, что несколько бомжей дерутся за какой-то сверток, который лежит на земле. Ну, отправим на бомжей бомжей, да? Два бомжа, два полицейских. Все нормально, справятся. Если вас бомжи, блин, побьют, я вас уволю. Как-то так. Кайзуми, как ты меня это подставил-то? Будем действовать, короче, шуточки в стороны. Все, блин. Ситуация оказалась куда серьезнее, чем мы думали. Там трое бомжей, да? Ну, вот, профессионалов я вам отправляю. Я думаю, вы справитесь. Отчет, побег с места аварии. Открыть расследование. Давайте посмотрим. Этого я уже не видел. А темный автомобиль выскочил из-за угла с сильным грохотом, заехав на бордюр. Затем вернулся на дорогу и, не сбавляя скорости, сбил жертву. А незадолго до аварии выгнали из бара двух очень пьяных мужчин, которые начали драку с постояльцами. Так, стоп, это кто? Бармен. Несколько дней назад папа поругался на работе с двумя молодыми людьми, которые вызывающие себя вели. Дело едва не дошло до драки. Они окей. В машине рассмотрел двух человек, видел их мимолетно, но у мужчины, сидевшего рядом с водителем, была борода. Накануне жаловался, что его преследуют. Он всюду видел парня, похоже, он на того, с кем поругался в библиотеке. Окей. А, с бородой. Садятся в машину. Окей. Что-то там делают. И с бородой. А, фоток-то не хватает. Наверное, вот так вот всё-таки. Ну, ладно. Расследуйте лучше. Всё, три минуты, блин, надо заканчивать. Главное, чтобы чекпоинт был. Ды. О, подкрепление с третьей едет. Бэмс, приехало. Всё, дело закрыто. Все живы, все счастливы. Ну, хоть так, блин, бомжам не проиграли. Чекпоинт. А, сэнды варги. Джек, варга силён, но он не может состязаться на равных. Со старейшей криминальной группировкой в городе. Просто следите, чтобы сэнды были впереди. По очкам. И вам не о чем беспокоиться. Окей. Два-два. Продолжить. Чекпоинт. Завершить день. Чекпоинт. Ура! День четырнадцатый мы продолжим на следующей недельке. Да, будет чуть-чуть почаще выходить в выпуске, потому что игра крутая и мне она нравится. Да. Вот так вот. А так, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Играйте в крутые игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok